Дефицит угля захватил регионы. Катастрофическая нехватка на севере страны, где больше всего нуждаются в твердом топливе. Кукшетал его привозят так мало, что все разбирают за час. А в Петропавловске качественного угля вообще нет. Не хватает топлива и на востоке. В Семее за ним выстраиваются огромные очереди. Галина Базаева продолжит. В Семее в угольном тупике шумное столпотворение. Топлива вроде есть, но его сразу нет. Разбирают уголь быстро. Очереди до полусотни машин. Приезжие из районов дежурят сутками. Иначе вообще ничего не достанется. А это уже Кукшетау. Сюда поступает в среднем по пять вагонов в сутки. Самого популярного шубаркульского угля. Это как капля в море. Его разбирают за час-два. В очередях водители ругают правительство, бизнесменов и друг друга. Нервы у всех на пределе. Шубаркуля нету, да, сейчас? Продали уголь. Нету? Вот завтра будет. Сегодня будут выгружать, а отрывать. По 13,5 тысяч за тонну уголь продают в тупике. Дальше им торгуют перекупщики. У кого как совесть позволяет. Но, кажется, самое серьёзное положение в Североказахстанской области. В Петропавловске уголь надо ещё поискать. Это второй угольный склад, на который мы сегодня приезжаем. Но топлива, видимо, здесь вообще нет. Ворота закрыты. Поискали и не нашли. В городе, оказывается, вообще нет шубаркульского угля, который подходит для отопления частных домов. Лишь в одном тупике нашли уголь с разреза «Богатырь». Но он совсем не для печей, а для котельных. Оказывается, последние вагоны с шубаркульским приходили ещё в сентябре. По какой причине задерживается отгрузка, неизвестно. Люди не знают, чиновники не комментируют. Остатки угля продают мешками. До такой крайности владельцы домов, кажется, ещё не доходили. Даже если экономить, этого хватит всего на несколько дней. У меня проблема. Ну, пришлось вот брать мешок. Всё. Звонят. Телефон у меня с собой всегда. Отвечают, что нет угля. Спрашивают, когда будет. Я говорю, я не знаю. Не могу сказать, потому что не знаю. Большие проблемы с углём сейчас даже в Астане. Что уж говорить о регионах. А вот за саму шахтёрскую столицу можно порадоваться. В Караганде уголь наконец-то появился.